Слушайте, у вас такие ногти огромные, а как в носу ковырять? В носу ковырять? Ну, знаете, не знаю, как ковырять в носу, но на сцене, как бы, знаете, изображать, даже не изображать, а олицетворять крылья, я думаю, что нормально. А они настоящие или наклеенные? Настоящие, конечно. А когда ломаются? Ломаются? Да. Они вырастают? Нет, вот все сломался, и что делать? Один. Все так, и один обломан. Ну, вот так и ходить. А то есть вы не подстригаете остальные? Вровень. Погодите, то есть вы знаете, что вы... Что вы давно не ломали ни одного ногтя. Нет, почему вы... И очень давно не ковыряли в носу. Вы знаете, почему вы считаете, что люди все должны быть совершенны, и у них не может быть какого-нибудь изъяна. И если это случится, я просто сама себе пожелаю, чтобы это был самый большой изъян в моей жизни и в моем, может быть, внешнем виде. Чтобы другой, другого дисбаланса же не было, кроме как обломанных ногтей. Значит, за что ни возьмись, это все надо. Да, опасность же ногтям, ну и колготками. Вы знаете, мне кажется, что опасность приходит тогда, когда мы чего-то боимся. Вот я не боюсь поломать ноготь, потому что я просто не передаю этому значения совершенно. Добрый вечер. Добрый вечер. Я всегда наблюдаю интервью и часто озадачиваюсь. Я помню беседу, когда известная телеведущая, которая еще не была женой Чубайса, но уже была видным кинематографистом, прямо в начале беседы спросила, у вас такие длинные ногти не мешают в носу ковыряться? Вот мне интересует... Я помню, там даже были и пемзы, и тумы, и пятки. Да, 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 пятки. Вы понимаете в этот момент, что вас провоцируют, или вы просто не замечаете этих моментов? Ой, Жень, я настолько открытый и доверчивый человек, что я в момент, когда происходит это, я не понимаю, что это провокация, что люди просто в качестве стеба пытаются докопаться. Честно, в той программе, да, я была обескуражена, школа засловия, вообще просто сам факт, что людей интересовало не творчество, не моя жизнь, не какие-то факты жизни, а то, какой длинный ногти, и тру ли я пьем за пятки. Ну, правда, давайте честно, про творчество, про творчество, уже вот Волочкова, это уже давно не балерина Волочкова, а это персонаж светской хроники. Почему-то я не балерина, я танцую до сих пор, свои концерты. Это я понимаю, но если вы... Просто людям интереснее я, не как балерина, а как персонаж светский, как человек, который привлекает к себе внимание, правильно? Ну, вы ведь и сами для этого очень много делаете. Вы ведь... Я помню, когда после Мальдив пошли эти фото-жабы, вы же эти фото-жабы сами собирали, то есть вы с чувством юмора относитесь. Я с чувством юмора. То есть вы это тиражируете сами. Жень, ну просто смотрите, вот вы про Мальдивы, я же не тянула вас за язык, да? Мальдивы. Это было 7 лет назад. Да. Фотографии, в которых ничего особенного не было. Ракушки, камушки, песочек и на красивом обнаженном моем теле. И до сих пор, вот спустя 7 лет, все спрашивают про эти фотографии мне.